Фотосинтез и хемосинтез Сколько глюкозы, синтезируемой в процессе фотосинтеза, приходится на каждого из 4 миллиардов жителей Земли в год? Если учесть, что за год вся растительность планеты производит около 130 миллионов тонн сахаров, то на одного жителя Земли, при условии, что население Земли составляет 4 миллиарда жителей, их приходится 32,5 миллиона тонн. Откуда берется кислород, выделяемый в процессе фотосинтеза? Кислород, поступающий в атмосферу в процессе фотосинтеза, образуется из воды в результате ее разложения под действием энергии солнечного света. Этот процесс называют фотолизом. В чем смысл световой фазы фотосинтеза и темновой фазы? Во время световой фазы, во-первых, солнечная энергия превращается в энергию химических соединений, образуются богатые энергии молекулы АТФ. Эта энергия расходится на синтез глюкозы в темновую фазу. Во-вторых, образуются два атома водорода, необходимые для продуцирования сахаров в темновой фазе. В-третьих, кислород, появляющийся побочным продуктом реакции, выделяется в атмосферу. Во время темновой фазы из углекислого газа воздуха и атомов водорода, образованных в световой фазе, синтезируется шестиуглеродный сахар глюкоза. Почему для высших растений необходимо присутствие в почве хемосинтезирующих бактерий? Растениям необходимы для нормального роста и развития минеральные соли, содержащие такие элементы, как азот, фосфор, калий. Хемосинтезирующие бактерии способны превращать недоступные для растений соединения азота и фосфора в доступную для растений форму. Например, нитрифицирующие бактерии окисляют аммиак до азотистой кислоты, а другие виды бактерий окисляют азотистую кислоту до азотной. Почве эти кислоты в взаимодействии с неорганическими соединениями образуют соли, являющиеся важнейшими компонентами минерального питания растений.